всем привет мне периодически пишут начинающие мобильные разработчики с вопросами о том с чего же начать изучение с тем что они сталкиваются с различными проблемами при поиске работы и не совсем понимают как им двигаться дальше как решать эти проблемы в этом видео я постараюсь поделиться своим опытом и рассказать от начала и до конца как же пройти весь этот тернистый путь поиска работы начиная от изучения теории и заканчивая как же нам вести себя при получении отказов от работодателей и как же собственно эти отказы превратить в предложение работе поэтому если вам эта тема интересна оставайтесь сначала немного обо мне я айос разработчик с практически десятилетним опытом работы в индустрии и за время своей карьеры я успел побывать по различные стороны этих баррикад я нанимал людей в компании и в свой личный проект я был много раз со стороны соискателя я получал отказы я получал офферы и поэтому я плюс минус представляю как это все устроено какие компании есть как с ними стоит взаимодействовать и как же себя вести мой мое видео будет по большей части ориентирована на мобильных разработчиков потому что я собственно являюсь но есть множество моментов которые общие для всей индустрии и я думаю даже если вы не занимаетесь мобильной разработкой то вы все равно сможете что-то для себя почерпнуть и начнем с определения приоритетов для изучения вот например вы являетесь начинающим вообще разработчиком у вас есть желание работать в индустрии но вы не совсем понимаете что же вам делать с чего вам стоит начать первый момент который я считаю критически важным это английский язык так как работа является глобальной то есть мы не зависим от конкретной страны потому что мы делаем те вещи которые продаются и которые пользуются люди по всему миру следовательно нам придется как минимум общаться с множеством людей которые не говорят на вашем родном языке и так как язык международного общения это английский то вам следует его знать вторая причина почему он вам нужен это то что обучающие материалы все выходят в первую очередь на английском языке и очень часто когда появляются переводы книг каких-то курсов и так дальше то они уже устаревают очень часто бывает так что в магазинах лежат книги по скажем разработки под айос 5 0 и они уже там много лет лежат они же просто никому не нужны и вся проблема в том что пока они прошли цикл перевода вышел уже к тому времени айос 7 и соответственно айос 5 уже никому не нужен поэтому учить английский язык для того чтобы оставаться на острие прогресса и хорошо взаимодействовать со своими коллегами с заказчиками с менеджерами так дальше с работодателями по всему миру также во многих компаниях практикуются ведение документации внутри компании на английском языке исключительно это нужно для того чтобы при подключении каких-либо сторонних например фрилансеров которые могут быть откуда угодно чтобы у них не было проблемы с переводом этой документации этой базы данных этой информации на их родные языки поэтому все делается сразу же на английском языке следующее что важно сделать это разделить базовые знания и надстройки что я подражаю под базовыми знаниями это в первую очередь язык программирования в случае с айос разработка это свифт есть прекрасная книга которую собственно редактирует сам apple называется так называется свитбук свитгайд там описано все очень хорошо без лишней воды все очень очень четко и я вам советую ее изучать потому что периодически выходят обновления языка что-то меняется и вам нужно постоянно держать руку на пульсе то есть язык это самая-самая основа это то на чем стоит стоит все по сути следующее это сдк при для айос разработки я имею ввиду айос сдк конечно то есть это вот все то чем вы пользуетесь когда вы пишете приложение не используя никакие сторонние решения то есть это как вы силами системы взаимодействуете сетью как вы пишите пишите код как вы показываете экраны то есть вот эти все вьюшки вью контроллеры и вот вот все вот вот это вот все это все в общем называется sdk и вам следует в нем разбираться во всяком случае вам следует разбираться в тех базовых вещах этого sdk которые используются каждый день и которые нужны в буквально каждом приложении то есть это это вью это какие-то анимации это тоже за вместе сетью и так дальше то есть вот для этого стоит попробовать писать собственные проекты возможно по туториям и т.д. чтобы вы поняли что же используется постоянно а что используется редко и сконцентрировались на изучении того что используется часто и чтобы вы просто понимали вот эти вот редкие редкие моменты что что они есть но первоначально вам я не советую вам на них концентрировать свое внимание следующее очень важно это инструменты разработки то есть это и т.е. это система контроля версий и прочие необходимые моменты почему это важно потому что кода в блокноте никто не пишет и если вы не можете пользоваться и дешкой то вы по сути не можете писать код даже если вы знаете язык и знаете что же вам нужно делать выйти и встроенные системы для тестирования системы сборки и то есть и д.е. взаимодействие системами сборки и поэтому вам это нужно это ваш основной инструмент по сути и очень очень важно это конечно же компьютер сайнс темы это настолько важно потому что ну это нужно везде это самая база это база того на чем стоит 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 язык на чем стоит все программирование и вы не можете по сути писать эффективный и хороший код хорошее приложение если вы по сути не понимаете как это все работает скорее всего вы просто надергаете какой-то код без своего понимания что же он делает как-то его слепите воедино и ну как бы все это не наш подход так делать я вам не советую то есть это искать чужой код это хорошо но не стоит на это полностью полагаться вам нужны собственные фундаментальные глубокие знания что же включает в себя компьютер-сайенс то что нужно в первую очередь вот вам как начинающему разработчику то есть это работа с памятью с сетью то есть вы должны понимать как работает rest API какие бывают типы запросов хотя бы get и post чем они отличаются зачем они нужны какие есть какая специфика для каждого из них коды ответов статус-коды что они значат какие вообще бывают какие чаще всего встречаются и так дальше также вам нужно знать принципы ооп принципы того языка на котором вы вы пишете то есть возможно это там протоколы ориентированное программирование может быть это функциональное программирование так дальше но этого нужно знать всякие солиды и прочее это надо шаблоны проектирования тоже это очень важно потому что вам не нужно изобретать каждый раз велосипеды когда вы что-то делаете вы просто берете некие шаблоны вы их используете и это нужно для того чтобы другие разработчики которые работают с вами на одном и том же проекте сразу же могли посмотреть на ваш код и понять что да вот этот шаблон и он явно нужен вот для того-то для того-то и то есть сразу всем понятно что вы хотели сделать и и скорее всего какую проблему вы этим решаете это как бы некий международный язык общения скажем так это некие конструкции в коде которые всем сразу же должны быть понятны с первого взгляда и собственно системный дизайн системный дизайн говорит о том как компоненты вашего приложения должен взаимодействовать друг с другом как приложение в целом должно быть построено на скажем так на высоком уровне то есть из каких таких масштабных модулей оно должно состоять как происходит взаимодействие там с хранилищем с сетью с каким-то там сервером имею ввиду и так дальше то есть это все тоже тоже нужно знать для того чтобы вы понимали работая над каким-то конкретным участком кода какую проблему вы решаете в контексте общего приложения и о чем еще хотел сказать это собственно вот эти надстройки про который я сказал это сторонние библиотеки и какие-то инструменты которые не являются основными что это это например различные системы для аналитики это всякие готовые решения для пакета например тот же фэрбейс многие работодатели требуют знания например фэрбейса для того чтобы устроиться к ним на работу просто потому что это сторонние скажем так решение одно стало супер популярным и поэтому также следует опираться на эти требования но вам я вам не советую сразу же бросаться на их изучение потому что это все по сути всякие опертки над базами данных и прочее это все построено поверх того что я назвал базой поэтому если вы будете знать базу то вы всегда сможете разобраться со всеми этими вот настройками тем более что эти настройки постоянно обновляются меняются появляются новые какие-то устаревают и так далее что это постоянный такой вот поток за которым нужно следить и вам может быть сложно поначалу понять что же здесь главное а что нет поэтому изучайте базу пишите собственные приложения и по ходу дела вы сможете нащупать вот те вот сторонние зависимости которые вам нужны и которые действительно используются вы где-то будете читать читать про них кто-то был кто-то например там из разработчиков будет их упоминать вы их будете встречать в различных проектах и таким образом вы с ними столкнетесь и вы поймете что да вот это вот действительно используется и это на это следует обратить внимание следующий важный момент когда вы это все изучили это или по крайней мере когда вы почувствовали уверенность в своих силах то просматривать вакансии конечно же следует это сделать в первую очередь для того чтобы хотя бы понять и на что ориентироваться но после того как вы изучили вот эти вот основы вы сможете оценивать вакансии с технической стороны более предметно и понимаете что вам больше подходит что вам меньше и сейчас я хочу вам рассказать на примере трех вакансий на что стоит смотреть них с технической точки зрения начнем первая вакансия это iOS разработчик судя по всему они ищут метла и вот они требуют это вот обязательные навыки это понимание оопа объемно-ориентированного программирования протокола ориентированного программирования и собственно в целом разработки нативных приложений также вам требуется понимание полного цикла разработки приложения управления памятью и вот этого системного дизайна о котором я говорил что в что состоит в что подразумевается под полным циклом мобильной разработки то есть это начиная от формулирования требований и заканчивая собственно паблишингом этого приложения в стороны и наблюдением за его жизнедеятельностью за крашами и так дальше понимание дизайна архитектурных паттернов и реактивного программирования то есть вот конкретно этой вакансии нужно реактивное программирование также опыт с использованием connection то есть это http конечно rest json и веб сокеты то есть это вот то о чем я сказал то здесь есть то чего я не сказал поначалу ну так немножко упомянул возможно это реактивное программирование это сейчас становится все больше и больше тренд трендом пока что это не является прямо маст хэв для вакансии но в целом следует на это обратить внимание и познакомиться в случае с разработкой как минимум с комбайном также вот здесь вот есть секция что будет плюсом это как раз и есть вот те вот сторонние некие сервисы и зависимости о которых я сказал на которых не не нужно бросаться на них в первую очередь и поэтому собственно здесь они и идут плюсом то есть это всякий гугловский сервис этот фарбейс гугловские карты и фарбейс клауд мессенджер это для отправки пуш уведомлений спм это swift package менеджер это способы распространения сторонних зависимостей для ios проектов для свифтовых проектов как у подс тоже но работа немножко по-другому и вот это вот некие тоже как библиотеки для реактивщины это в этих двух я не совсем уверен поэтому не буду не хочу обманывать то есть это тоже некие достаточно специфические конечно если вы знаете всю базу то вам не станет проблемой это все изучить и собственно тузы это гид конечно же бакет ну и jira для ведения задачи и так дальше то есть скорее всего пока вы не начнете работать на реальном проекте то с жирой вы не столкнетесь битбакет это ну очень похож на по своей сути на гитхаб ну если не вдаваться в детали и я вам советую просто все ваши проекты которые вы делаете заливать на гитхаб ну или на битбакет если хотите лучше на гитхаб потому что это удобнее показывать и добавлять свои резюме также пробовать различные вещи например гитфлоу то есть чтобы вы понимали как вообще может быть с этой стороны построен процесс разработки в компаниях плюшки ну плюшки это все хорошо но если у вас еще нету опыта работы вы ищите свою первую работу то я бы вам не советовал на них акцент на плюшках акцентировать внимание потому что самая главная плюшка которая вам нужна это это опыт работы это то что вам сейчас нужно и вам нужно это получить не хочу говорить что любой ценой но это вам супер супер важно потом когда вы уже наработаете себе некий опыт то вы сможете уже там торговаться за там за медицинскую страховку за скажем печеньки на кухне и так дальше пока что вам на это не стоит особо обращать внимание следующее на самом деле достаточно похожая вакансия то есть это уже что-то такое типа мидл плюс синяя вот так и здесь также нужен фарбейс краш литикс и собственно различные системы аналитики что собственно обязательно гитфлоу это очень я вам сказал посоветую на это обратить внимание потому что очень многие компании в своих процессе разработки ориентируются именно на это так двух словах этого мне расскажу но просто почитайте как бы это не не вещь первой необходимости сейчас для вашего изучения но просто чтобы вы понимали что это есть и это и с этим можно как минимум ознакомиться solid принципы rest api о.p английский то есть все достаточно достаточно стандартно и следующий момент это следующая компания это еще ищу джуна им нужен свифт рэк свифт понятно что разработка юая подаёс понимание нужно mvvm паттерна и собственно с интерактором координатором snap kit это такая тоже 3 3 3 как бы серпатье зависимость тоже не советую вам сразу же на него так обращать глубокое внимание ну просто понимаете что в различных вакансиях может требоваться различные различные навыки различные опыт работы с различными сторонними зависимостями и если вы на перейтируетесь на конкретную вакансию то я вам советую внимательно просмотреть вот эти вот обязательные технические требования и если вы с чем-то из этого еще не не сталкивались своей жизни то как бы изучить написать какой-нибудь там маленький проектик и так далее собственно здесь вы могли видеть что большинство как бы требований они общие потому что действительно на проектах обычно нужно получить какие-то данные сервера отрисовать их на на устройстве получить скажем так отклик от пользователя и то что он ведет или там выберет дальше посмотрит это все отправить на сервер поэтому обычно все все строится в подобной парадигме и поэтому вас базовые требования плюс-минус будут пересекаться не плюс-минус даже а будут очень сильно пересекаться с каким-то различным вот с выбросами в виде всяких вот сторонних зависимостей которые используются на данном конкретном проекте многие компании достаточно лояльно относятся к тому что приходят соискатели которые не имеют опыта со всеми этими специфическими библиотеками либо они как бы они просто знают на них с ними но они на них еще ничего не писали и поэтому я вам советую просто обозначить что у вас нету с этим опыта но вы изучили теорию вы плюс-минус понимаете для чего используется и вы готовы учиться и как правило если у вас как бы все остальное в полном порядке то это проблемой не является но лучше конечно подготовиться основать также о чем еще упомянул про получение работы любой ценой ну это немножко и скажем так громкие слова но ситуация на рынке джиннов и трейни очень сложная в плане что вакансии мало а желающих очень много и поэтому вам нужно каким-то образом выделяться я вам советую не запрашивать сразу много денег например если у вас есть возможность там жить в общежитии например ну вы студент или вы там живете с родителями или у вас еще есть какие-то вот например это запас денег или там ваш там не знаю там супруг супруга может вас поддержать финансово на какой-то вот период времени на полгода то просто запрашивайте но невысокую зарплату например 200 300 долларов конечно все зависит от того в каком городе вы находитесь но ориентируйтесь как бы по низу не не советую говорить что вы готовы работать бесплатно потому что это во многих случаях просто незаконно во вторых бесплатная работа это плохая работа у вас должен быть еще какая-то мотивация помимо получения просто знаний получения опыта потому что эта работа будет для вас очень тяжелая и получение каких-то денег будет вас ну скажем так поддерживать поддерживать морально и не даст вам там сдаться выгореть и так дальше поэтому просто запрашивать небольшую зарплату и готов и готовьтесь работать реально очень много то есть это на сто процентов выкладываться на работе помимо вне рабочее время что-то учить что-то все равно смотреть писать что-то то есть готовьтесь к тому что чтобы поставить себя в очень жесткие условия то есть вы на это время скорее всего как так выпадите своей социальной жизни потому что вам нужно очень быстро очень хорошо влиться наработать опыт и когда он у вас уже будет когда вы уже почувствуете себя посвободнее когда у вас голова перестанет пухнуть а вот это вот дикого объема новой информации от вас стресса и так дальше то тогда уже можно будет немножко выдохнуть и иначе и немного расслабиться потому что в таком режиме вы себя просто загоните но какое-то время вам скорее всего придется в таком режиме работать к сожалению это жизнь и текущая ситуация на рынке говорит именно об этом после того как вы почувствовали готовность к потому чтобы податься на некую вакансию которую вы нашли и считаете подходящей для себя либо на некий набор вакансий вам следует актуализировать свое резюме я сейчас не хочу сильно углубляться в эту тему потому что у меня есть отдельное видео где я разбираю резюме соискателей и пытаюсь найти там какие-то моменты которые меня могут смущать и указать на них но в целом есть такая главная ошибка которую допускают очень многие люди и эта ошибка заключается в том что они не задают сами себе вопрос кто я то есть они не не до конца видимо понимают что есть сказать некая проблема что когда вы открываете вы например являетесь там и чаром или рекрутером вы открываете резюме соискателя и вы видите что он там и жнец и и на дуде игрец как говорится то есть и сейчас вот он там решил там стать разработчиком и ну это может быть проблемой потому что может возникнуть впечатление что этот человек на меру это несерьезность что вот он не может определиться чем чем же он собственно хочет заниматься и он там в скиллы свои пишет все подряд и что для просто для объема что как будто бы чем больше чем объем не резюме тем лучше но на самом деле резюме должно отвечать на простые вопросы и в первую очередь с первого взгляда должно быть понятно кто вы и как вы себя позиционируете то есть я сейчас хочу вам просто показать два профиля на linkedin которые я считаю хорошими и чтобы вы просто понимали на что плюс-минус стоит ориентироваться потому что когда вы готовите свое резюме просто берите за основу уже чье-то резюме просто смотрите как структурирована информация как что описано и так дальше и скажем так переписывайте сохраняем общую структуру под свой опыт даже если у вас опыта еще нету все равно пишите о том какие курсы вы закончили какое у вас есть образование какие вы сделали проекты и так дальше то есть не нужно писать какую-то лишнюю информацию но то что у вас уже действительно есть раскройте это по максимуму и вот первое первое резюме это человек возможно вы его знаете потому что он ведет достаточно хороший блог который я сам с большим удовольствием читаю посмотрим же как он себя описывает то есть сразу же в шапке написано кто он это это важно то есть в резюме тоже так же есть как бы как вы себя позиционируете кто вы есть короткие вот такой вот типа summary то есть чем человек занимается в чем у него есть опыт с чем он сталкивался буквально вот как видите это там вот каждый пункт он в двух словах то есть не нужно сильно расписываться расписывать это для тех кто смотрит резюме по диагонали либо для тех кто использует какие-то системы которые автоматически анализируют резюме и просто ищут ключевые слова то есть здесь просто опишите технологии какие-то фреймворки так дальше с чем вы работали чтобы это было сразу же на первый взгляд можно было понять вообще кто вы если у вас есть какие-то там достижения какие-то блоги и так дальше то описывайте это указывайте это это очень дает вам большое преимущество по сравнению со остальными соискателем и собственно опыт это в каких местах вы работали в каких компаниях что вы там сделали над какими проектами работали если можете их указать это это все очень хорошо это сразу же либо снимет много вопросов к вам на собеседование либо например создаст какие-то вопросы но которые по существу а расскажите чем вы там как вы решали вот такую-то проблему на таком-то проекте потому что она у вас указано что этот проект есть на такую тематику ну и собственно образование какие-то рекомендации если возможно собрать опять-таки релевантные и проекты если у вас есть какие-то свои личные это все следует описать и второй человек тоже похоже достаточно структура здесь мы видим тоже короткое summary то есть кто он вот я айс-разработчик буквально первых же словах прекрасно работал с и указывает вот перечень какие-то технологии с которыми он работал для того чтобы по ключевым словам можно было сразу же понять вообще в чем у него есть опыт и насколько он подходит под вашу вакансию опыт вот тоже очень хорошо написано чем он занимался на этом месте работы то есть работал с тем то ну на самом деле я люблю еще когда пишут например какие-то достижения то есть реализовал там такую-то систему и т.д. систему там сбора там данных об ошибках и отправки их там на сервер то есть это это сразу круто ну даже если это писано вот так это лучше чем когда ничего не написано и образование какие-то курсы если есть и узнание языков понятно это это важно об этом я уже сказал собственно это все что я хотел сказать про позиционирование себя на рынке просто когда вы пишете резюме вы отвечаете на этот самый вопрос кто я кто я такой и как я хочу чтобы другие люди меня воспринимали медийная активность казалось бы вы начинающий разработчик при чем тут вообще медийная активность что можно написать если вы сами еще плаваете если вы у вас еще нет опыта на самом деле можно можно и нужно я считаю что это очень-очень важно это что очень нужно и почему это важно потому что это помогает вам во-первых самообразование что когда вы решаете что так сейчас я напишу например там статью про swift ui для этого недостаточно разобраться а бы как в теме для этого нужно хорошо за ее знать ну как минимум и вы начинаете начинайте разбираться у вас появляется некий дополнительный стимул разобраться хорошо вы разобрались вы начинаете реализовывать вы начинаете писать эту статью что это вам дает это вам дает систематизацию ваших знаний и когда у вас есть готовая статья либо готовое видео на эту тему то также у вас появляется более хорошее понимание темы потому что вы сами ее проработали в их не разобрались вы ее изложили вы ее рассказали кому-то это все методы запоминания информации и в конечном итоге вы себя будете чувствовать гораздо увереннее вы запомните гораздо больше и поэтому это это важно это это можно делать даже если у вас еще нету практического опыта потому что не все люди ищут информацию касающуюся практического опыта также очень часто гуглят просто например как сделать там какую-то там фичу в юае например либо там в языке и так дальше и это как некие вот такие вот как атомизированная информация и каждый кусочек этой информации он полезен он я сам очень часто гуглю как какие-то вещи реализовать в те какие-то ну достаточно простые вещи и я нахожу статьи начинающих разработчиков которые ну действительно помогают они просто изложили это все простым языком доступным и я просто просмотрел такого ну все все понятно взял и сделал очень хорошо на самом деле это работает и плюс это вам дают некую медийность то есть вы можете это добавить в свое резюме многие компании любят когда есть разработчики которые могут чему-то обучить других потому что это важно на самом деле делиться информацией это помогает не только вам это помогать всем окружающим расти и компании заинтересованы в том чтобы их разработчики улучшали свои скиллы следующий момент тоже очень очень с этим связанным это собственные проекты то есть если у вас есть например 10 каких-то репозиториев на вашем гитхаб аккаунте в которых там у вас 10 hello world of и наподобие того то лучше бы с моей точки зрения у вас был бы один проект который будет использовать все то что вот вот в этих вот десяти репозиториях лежит то есть какой-то репозиторий вы там играли с там со свифт-юай в другом там с комбайном то в третьем вы там попробовали там мвв например там паттерны и так дальше лучше если у вас есть один проект в котором вы все это поместили и тогда в процессе вы сможете понять как это все друг с другом взаимодействует потому что в проектах реальных подобные вещи они не используются изолировано они встроены в проект они встроены в код в логику и так дальше и и это даст вам гораздо больше плюс опять таки когда вы свой проект этот расшарите и добавите в резюме то вы покажете тем кто будет ревьювить вас что вы не просто разбирайтесь в этой теме вы также знаете как это использовать вот на практике то есть поставьте себе задача например там написать там фоторедакторы либо там написать там клон твиттера например либо еще как что-то что-то плюс-минус сложное то есть не не прогноз погоды а вот что-то вот достаточно сложное и тогда вы пробуя на таком вот реально хоть и маленьком на реальном проекте какие-то новые фишки технологии тогда что вы сами научитесь и у вас будет что показать это это ну это большой плюс возможно это выльется во что-то что вы сможете выложить в store и на этом заработать ну это плюс но пока что ваша цель это научиться и продемонстрировать свои навыки и лучше чем это лучше чем собственно практика я не знаю что может быть хорошо вы выбираете компанию как же определиться с в том какая же компания вам лучше подойдет если вы можете общаться с десятком например на какие маркеры смотреть что спрашивать опираясь на свой опыт я работал во многих компаниях это были я у сорса устав продуктов компании фриланс и так дальше я могу выделить такие вот скажем так такую вот специфику что в крупных компаниях вы будете таким себе легионером который будет стоять в такой вот в колонии солдат прикрываться щитом у вас будут сбоку другие бойцы которые будут вас прикрывать сзади там стреляют катапульты лучники все идет четко по линиям по командам и так дальше и вы прекрасно себе отточите работу в команде и вот на там скажем удар мечом сверху условно говоря маленькой же компании вы скорее всего будете таким себе воином-берсерком который там с огромным топором носится всех крушит рубит и так дальше и вы станете таким себе практически универсальным солдатом плюсы и минусы на самом деле если вы работаете в крупной компании то у вас есть хорошая возможность отточить свои навыки и стать экспертом вот в чем-то конкретно например вы там супер хороши там в построении там сложного юая например но при этом написание там логики и так дальше у вас уже там могут быть какие-то такие вот неуверенно себя чувствовать но вот например в юа и вы просто царь и бог и это может быть хорошо это может быть плохо если вам это нравится то почему бы нет если вам хочется потом не ограничивать себя в нахождении новой работы потому что ну многим не нужно настолько узкая специфика такая специфика может быть нужно только в крупных компаниях других и тогда он следует идти в маленькую компанию маленькой компании я сам с такой начинала вы будете работать над всем вы попробуете очень много разных вещей и вы скорее всего за короткое время сможете пощупать много технологий пускай не на очень глубоком уровне но все же и вы сможете понять вообще что же вам более интересно на том на чем следует заострять свое внимание плюс в маленьких компаниях процессы могут быть достаточно легкими в плане что там не будет вот это там множество прослоек менеджеров менеджер менеджера старшего менеджера помощник менеджер и дальше и решение могут приниматься быстро эффективно и работать в компании может быть достаточно драйвово в большой же это будет такой себе кровавый enterprise когда все там задачи планируются на год вперед все разбирается там до костяшки вы просто себе в спокойном неспешном ритме просто себе пилите фичи то есть вы там можете там условно говоря красить кнопку неделю и не потому что это очень сложно покрасить кнопку а потому что когда вы покрасите кнопку окажется что эта кнопка покрашена не в соответствии с вашим дизайн кодом например вашего приложения что цвет изменился на полтона и вам нужно это согласовать с дизайнерами или чтобы для того чтобы покрасить кнопку вам нужно переписать половину какого-то модуля потому что сейчас те элементы которые вы используете не позволяют красить кнопки могут быть такие нюансы на самом деле могут и в маленьких компаниях такое на самом деле реже происходит там все гораздо проще как правило и но там сложнее стать экспертом в чем-то поэтому выбирать я на самом деле доволен что я начинал с маленькой компании потому что это дало мне достаточно широкий кругозор в технологиях в айос разработки и я в дальше плюс-минус мог ориентироваться тем же что и что же я хочу дальше делать и что с чем как бы взаимосвязано это это достаточно важно следующий еще важный момент в этом плане что маленькие компании обычно ищут уже сформировавшихся разработчиков то есть не тройни потому что им как правило нет возможности вас учить но большие компании могут устраивать курсы специальные собственные внутренние для тройни обучать помогать расти они могут составить план план роста для вас и когда вы там скажем каждый там месяц вы должны со своим ментором встречаться созваниваться обсуждать проходить такие себе маленькие собеседования чтобы определить ваш уровень что нужно потянуть и так дальше поэтому большие компании как правило имеют возможность вкладывать деньги в ваше обучение поэтому смотрите сами что у вас больше вот зажигает это такое это достаточно все индивидуально еще следующее чем отличие эти компании это модели как они работают то есть это я говорю про аутсорс аутстав и продуктовая разработка то есть аутсорс аутстав это по сути что есть некий заказчик который не находится вашей компании это просто какой-то клиент со стороны который сказал что там вот у меня там есть идея пожалуйста там сделай реализуйте мне ее вот в приложении то есть и вот ваша компания является по сути на как наемным таким контрактором для выполнения задачи заказчик заказчик он платит вашей компании ваша компания платит вам достаточно неплохо в плане того что таких компаниях проекты периодически меняются то есть вы что-то сделали вы закончили пришел следующий проект может быть вообще не похож на предыдущий и у вас таким вот образом вы не заскучаете если это конечно не проект который там тянется уже много-много-много лет и по весь покрыт пылью и плесенью в продуктовых же компаниях как правило проект один либо их несколько но они как бы четко определены они не поменяются скорее всего но компания сама заинтересована в том чтобы проект долгосрочно развивался хорошо то есть подход к разработке будет другим как правило то есть вам нужно делать не то чтобы выкатить какую-то фичу быстро потому что ее там завтра уже что показывать заказчику чтобы эта фича была сделана хорошо она ничего не отломала и ее может было в дальнейшем хорошо и удобно поддерживать то есть это в продуктовых компаниях это очень важно они уделяют этому больше внимания учиться наверное лучше в продуктовых компаниях потому что вам потому что у вас там больше шансов научиться как делать правильно а не как делать быстро и вставлять костыли но опять таки это все индивидуально но общая тенденция плюс-минус такая хорошо вы определились компании и вы с ней начинаете общаться общаться вы начинаете отправила с рекрутером там или и чаром и что от вас хотят на первом этапе первый этап это как правило когда вам звонят и там это напиток полчаса общения с рекрутером и рекрутер у вас обычно будет спрашивать а расскажите о своем прошлом опыте а чего вы хотите от вашего от нового проекта возможно проверят ваш язык английский владения если это важно для вакансии то есть что вообще что общем-то от вас хотят какова цель этого первого этапа он нужен для проверки вашей адекватности ну не не только но в целом то есть что вам звонят с вами общаются смотрят насколько вы как вежливый насколько вы общительный что это очень важно чтобы будете работать с людьми и какой-то скажем так социопат ну даже если он супер хорош в разработке он ну просто не придется в компании и это не самый лучший вариант для найма поэтому это важно проверить насколько вы общительные позитивные так дальше возможно рекрутер захочет еще уточнить какой-то ваш опыт потому что у вакансии будут какие-то специфические требования по технологиям например либо пока у них там например может быть какой-то достаточно экзотическая система работы то есть не скрам а какая-нибудь своя модификация и может рекрутер уточнить насколько вам это подходит работали ли вы с этим и если нет то готовы ли вы попробовать и насколько вам это вообще близко как правило рабочее время и чара и рекрутера стоит гораздо дешевле чем разработчик который будет проводить техническое собеседование поэтому компания таким образом еще оптимизируют расходы потому что он полчаса разработчика стоит гораздо дороже чем полчаса рекрутера поэтому все такие вопросы которые может задать рекрутер лучше чтобы задал имена что же следует вам спрашивать на этом самом первом этапе расспрашивайте про проект не с технической стороны а вот вообще то есть о чем проект как долго он уже в компании делается ли он с нуля либо эта поддержка планируется например ли какие-то новые фичи в проекте либо вам просто нужно будет так просто чтобы он не умер то есть просто периодически там детские миграции на какие-то новые технологии языки просто для того чтобы проект поддерживался на плаву но например планов на развитие у него нет то есть вот этот момент мне кажется очень важно уточнить как организована работа то есть спас краму ли работают либо это там канбан если по скраму то как у вас там организованы спринты если это аутсорс то как часто проходят демозак для заказчика насколько как часто у вас там планируются фичи и и происходят какие-то изменения вот в тех фичах которые выбраны на 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 этот на спринт в скраме это важно потому что если у вас постоянно перетасовывается этот спринт то вы будете работать вечному в ралли вечной переработки это вечные нервы это не это просто некомфортно поэтому лучше заранее знать примерно к чему вам готовится уточните кто будет вашим руководителем будет техническим руководителем и будет вашим менеджером project менеджером то есть сколько опыта у этого человека чему он сможет вас научить будет ли у вас какой-то отдельный ментор либо этот самый руководители будет вас в техническом плане обучать то есть это это очень важный момент на самом деле если вы ищете работу с точки зрения получить первый опыт и чему-то научиться допускается ли удаленка многие компании разрешают например там один два три дня в неделю работать из дома и а кто-то не разрешает вообще например у них то могут быть там какие-то правила безопасности что только из сети vpn там только в офисе все дела и это все сложно этапе таки вам поможет решать нужно ли это вам например если вам ехать 23 часа в одну сторону в офисе это придется делать каждый день то ну возможно это не самый лучший вариант если у вас есть другие варианты но есть других вариантов нету конечно тоже смотрите сами и вопрос по технике то есть подает ли компания технику либо нужна какая-то ваша собственная на каких устройствах если это мобильная разработка будет происходить тестирование предоставлять ли компания устройство для этого это тоже на самом деле важный момент потому что многие компании в попытках сэкономить просто требуют у самих соискателей работать на их техники и это понятно на самом деле потому что когда берете когда компания берет трени то это все равно риск это все равно вложение и они могут просто как бы попытаться сэкономить и посмотреть получится ли вас в случае так сэкономить если у вас есть собственный маг например если вы из разработчик и для вас не проблема на нем работать то ну как бы почему бы нет так что этот вопрос я тоже советую заранее уточнять но я лично не считаю его супер важно другой вопрос с техника для тестирования потому что не у всех могут быть айфоны и опять таки сливаюсь разработчик и когда компании следует вам предоставить какой-то девайс для тестирования потому что есть некие фичи которые вы на симуляторе протестировать просто не сможете хорошо вы прошли этот этап интервью с и чаром либо рекрутером и вы прошли дальше что вас ждет дальше дальше вас ждет как минимум одно техническое собеседование на самом деле у меня было пару раз когда технического собеседования не было вообще и после собеседования с рекрутером сразу же давали тестовое задание на самом деле это бывает очень редко и как правило техническое собеседование все равно есть если это продуктовая компания то обычно проводят несколько технических собеседований это может быть собеседование по вот вашему именно скажем так опыту по по вашим знаниям вот скажем так практическим знаниям которые нужны это например там в айос разработки вас там будут спрашивать там всякие жизненные циклы view контроллера приложения там какие-то фишки свифта и так дальше также могут быть этапы когда вас будут спрашивать про какие-то computer science темы то есть это оценка сложности алгоритма сортировать массивы там крутить бинарные деревья и так дальше то есть это все зависит от от компании аутсорс компании реже задают такие вопросы больше интересует того что человек может сделать непосредственно практически то есть бинарные деревья их обычно интересуют мало но в аутсорс компаниях как правило есть еще собеседование с менеджерами которые у вас будут проверять английский язык опять-таки кроме рекрутеров смогут второй раз это проверить на более глубоком уровне больше спрашивать по тому как вы понимаете там скажем работу по скраму и также очень часто в таких компаниях есть интервью заказчиком это когда вам непосредственно нужно будет пообщаться с каким-то представителем со стороны заказчиков может быть технический специалист либо это будет менеджер либо у меня было что это непосредственно сам человек вот который платит компании деньги поэтому просто понимаете что в зависимости от компании это все варьируется но плюс-минус процесс такой то есть первый этап это интервью с рекрутером на вашу общую адекватность потом технические собеседования может быть не одно а несколько потом для аутсорса это интервью там с менеджером и заказчиком какие есть скажем так моменты по прохождению технических собеседований я считаю очень хорошим тоном когда соискатель задает вопросы по тому чего не знает то есть я задаю человеку вопрос там какой-то технический он начинает плавать он сам это понимает и соответственно я это понимаю он пытается что-то ответить у него не получается я говорю окей хорошо перейдем к следующему вопросу и тут он говорит а расскажите собственно какой как правильно и мне это нравится на самом деле потому что это говорит о том что человеку как минимум не все равно и что он хочет подтянуть свои знания то есть он стремится к тому чтобы знать больше и лучше и и это хорошо такая вот любопытство это очень важно и я считаю это позитивным поэтому если у вас скажем так хороший ваш собеседник то задавайте такие вопросы конечно бывает такое что собеседники те кто проводит интервью они там скажем могут быть какими-то неприятными неприветливыми злыми и так дальше и они такие типа не не я не буду отвечать у нас нет времени и так дальше ну тогда как бы это также характеризует компанию с которой вы общаетесь потому что если вы к салкам так относятся на собеседование то как же будет в работе что спрашивать у например менеджеров менеджеров стоит спрашивать какие долгосрочные планы по развитию проекта какие там запланированы на первое стоуны то есть как часто происходят релизы приложения и как определяется то что в них должно войти какие фичи должны заимплементить вот в течение этого вот отрезка времени скажем каждые две недели каждый месяц про бизнес-модель приложения потому что если вот например в 2020 году 2021 вы идете в на проект который связан с с авиаперелетами то ну наверняка есть риск что этот проект и долго не протянет ну по объективным причинам так уж сложилось и тогда конечно следует понимать вообще вот как бы оценивать с этой стороны потому что в любом случае если компания заинтересована вас нанять то они будут ну возможно в чем-то приукрашивать что-то могут не даст не договаривать то есть напрямую обманывать не принято но вот что-то вот там скрыть или там нет не досказать это ну к сожалению так бывает поэтому старайтесь задавать подобные вопросы спросите про возможность карьерного роста то есть предполагаете вашего ваша позиция рост в плане от джуна там доме тла дальше до синера и так дальше потому что может быть такая ситуация что нанимает джуна но нанимает его исключительно на какую-то рутинную работу и компании просто не нет смысла его повышать доме дла уже если джун будет править с рутинной работой то зачем ему платить больше и то есть просто уточните этот момент на какую для выполнения какой именно работы вас нанимают и какой вообще-то есть карьерный план то есть возможно ли в компании вырасти там за этим лида там до архитектора и так дальше если у вас если вы так хотите либо до менеджера если вас интересует больше это это направление дальнейшее это следует уточнить и что спрашивать на технических собеседованиях потому что на техническом собеседовании обычно вас будет собеседовать тот человек под техническим руководством которого вы и будете работать это не всегда так но это чаще всего так Следует спрашивать, есть ли в этой компании личный план развития разработчика. Что это такое? Эта компания строит некую матрицу знаний, что на каком уровне разработчику следует знать и на какую глубину. И вас периодически будут интервьюировать внутри компании на то, чтобы определить, на каком же уровне вы есть и готовы ли вы к повышению. Это хорошо, потому что это вам сразу же обозначает рамки того, какие навыки востребованы и конкретные шаги для того, как получать эти повышения. То есть это достаточно удобно и у вас будет четкое понимание, что вам нужно учить и на чем вам нужно сконцентрироваться для повышения. Также спрашиваете, какие технологии на проекте используются, какая архитектура. Технологии, почему важно спрашивать, потому что вы с этим будете непосредственно работать, конечно же. И это вам позволит понять, насколько проект старый. Потому что, если вы, например, сейчас придете в какую-то компанию и вам скажут, ну, мы используем Objective-C, то это вам как бы даст такой вот толстый намек на то, что проект, ну, мягко говоря, не актуальный в техническом плане. И как разработчик вы на нем получите те навыки, которые, скорее всего, вам больше нигде не пригодятся. И вопрос, стоит ли вообще идти на такой проект. Ну, это, конечно, решать вам, но это как бы такой вот маркер, который следует... Вопрос, который следует узнать. И этот маркер, который вам покажет, как проект устроен изнутри, потому что никто же вам, конечно же, на техническом собеседовании не будет показывать код, не будет показывать проект и так дальше. И узнаете, какие планы по техническому развитию. Потому что, если проект, например, сейчас, в 2021 на Objective-C написан, то это как бы одно дело. Но если его и не планируют переписывать на Swift, то это уже прямо совсем другое дело. Потому что, если его планируют, то вы будете как бы частью этого вот... Вы будете участником этого рефакторинга, и вы получите на этом знания. И это, возможно, даже будет, скажем так, лучше для вас, как для разработчика, чем писать проект, который вот изначально на Swift. Поэтому просто взвесьте, есть ли планы у компании по техническому какому-то, по развитию этого проекта. Будут ли пользоваться новые технологии. То есть, следят ли они за какими-то новыми там фреймворками и так дальше. Узнайте это. И вот мы подошли к последнему этапу. Это когда вы прошли собеседование, и вы получили какой-то фидбэк от компании. Фидбэк, по сути, может быть трех видов. Первый вид, что все отлично, мы готовы вас взять, вот вам предложение о работе. Это позитивно, мы к этому все стремимся, это хорошо. Следующий, это тоже бывает, на удивление, что за то время, пока вас собеседовали, заказчик, например, решил не расширять команду. И вам могут сказать, что вы нам так понравились. Но вот, к сожалению, заказчик принял решение заморозить поиск. И вот, к сожалению, мы не можем вам сделать предложение. Но, в общем, так все хорошо, так все замечательно. Если у вас это произошло, то не расстраивайтесь, потому что это не по вашей вине, но попросите все равно фидбэк, именно технический по вам, от того технического специалиста, который вас собеседовал. Потому что, если уже, ну, заморозили, ладно, так бывает, значит, вам нужно собеседоваться в других местах, и вам было бы интересно знать, а что, как вас воспринимает собеседующий. Что он считает, вам следует подтянуть, а что у вас и так уже хорошо, для того, чтобы вы в дальнейшем сконцентрировались именно на развитии вот этих вот моментов. И третий результат, который мы все не любим, но который бывает очень часто, это отказ. На самом деле, отказа, это не очень приятно, но это, из него можно выжать то, что вам поможет в дальнейшем проходить хорошо собеседование. И этот отказ может вас повернуть к тому, что в следующий раз вы получите уже оффер непосредственно. То есть, если вы получили отказ, что делать? Опять-таки, просите фидбэк, просите максимально развернутый фидбэк. Если вам говорят, что, если вам дают отписку в виде, что, ну, вот, вы нам, там, мы решили продолжить, там, скажем, с кандидатом, который показал лучшие знания, то это не фидбэк, это просто отписка. И просите реальный фидбэк, реально, чтобы человек, который у вас собеседовал, написал, почему вам отказали, чего не хватило. Возможно, вы технически прошли успешно, но вы, там, по-совски вам не прошли. То есть, вас, там, посчитали, угрюмым, например. Или у вас, там, у вас, там, недостаточно знания, там, английского языка. Либо вы, там, по скрам-процессах не разбираетесь. Это тоже может быть причиной отказа, на самом деле. И, соответственно, ну, получили, ну, и прорабатываете эти вопросы, потому что, ну, в следующий раз вас, скорее всего, спросят о том же. Как я советую проходить собеседование в целом? Я всем людям советую ставить собеседование, когда вот вы набираете, скажем так, ну, это компании-кандидаты, с которыми вы будете общаться, ставьте технические собеседования через день. Это вам позволит, когда вы прошли одно собеседование, сразу же после него выписываете темы, в которых вы плавали, либо в которых вы объективно поняли, что вы ими не владеете. Вот сразу же, то есть буквально вы, если это был онлайн, то вот все, вы там отключились в скайпе, и тут же садитесь, и тут же их выписываете по свежим следам. То есть печалиться вы можете потом. Вот вы пока все помните, вы это выписываете. И дальше проходитесь именно по этим темам, помним, через день, то есть следующая собеседование будет послезавтра. Значит, у вас еще остаток сегодняшнего дня, и завтрашний день есть на то, чтобы вот эти вот темы проработать. Потому что на самом деле не так много вопросов уникальных задают на собеседованиях. Как правило, спрашивают, ну плюс-минус одно и то же. И, конечно, готовиться следует по каким-то типичным вопросам, но подготовка и именно реальный разговор с собеседующими – это разные вещи. И поэтому, если уж вы где-то облажались, то тогда просто проработайте. Вы вглубь разберитесь в этих темах, которых у вас не получилось, и разбирайтесь в них еще, скажем так, чуть-чуть в стороны. В плане цепляйте какие-то соседние темы, потому что они обычно никакие темы не являются четко изолированными. И вы в любом случае будете касаться других тем. То есть, и вот делайте такое Т-образное исследование. То есть, одну тему вглубь и две темы так немножко меньше. Соответственно, если вы поставите через день эти собеседования, то у вас будет время для того, чтобы это проработать. Но также вы не успеете отвыкнуть от самого процесса собеседования, потому что это стресс, это, конечно же, не всем приятно. И к собеседованиям также нужно морально готовиться. И это такой же навык прохождения собеседования, как и работы. К сожалению, они не всегда друг с другом взаимосвязаны. Человек, который очень хорошо проходит собеседование, может очень плохо работать. Наоборот. Но вам следует развивать и то, и другое. А воспринимайте это как отдельный навык, который вам нужен. Также я хочу вам рассказать про сообщество, которое я открыл в Дискорде. Цель его – это помощь разработчиков друг другу. То есть, я бы хотел в нем видеть и новичков, и опытных специалистов. Для того, чтобы обмениваться информацией, помогать друг другу и так дальше. Ссылку на это сообщество я оставлю в описании. Присоединяйтесь. Чем нас будет больше, тем будет лучше. Потому что многие, тем более новички, могут чувствовать себя как-то изолированы и так дальше. И они могут не понимать, что они сталкиваются с теми же самыми проблемами, с какими сталкивается множество других людей. И если у вас будет возможность поддерживать контакт с вашими коллегами, которые находятся в такой же точной ситуации, как и вы, то этот обмен опытом, знаниями, он будет помогать вам всем. Поэтому присоединяйтесь, подключайтесь, и буду рад вас там видеть, и буду рад делиться с вами какой-то информацией. И если вы будете делиться информацией, такая вот идея. Надеюсь, это все вам поможет. На этом все. Большое вам спасибо за внимание. Если вас интересуют другие видео на подобную тематику, про iOS-разработку, либо про вообще построение карьеры в IT, то подписывайтесь на мой канал. Я стараюсь плюс-минус регулярно выкладывать новые видео. Стараюсь делать их разнообразными. И если вы считаете, что это видео было интересным и полезным, поставьте лайк. Мне будет приятно. Пишите комментарии. Если вы считаете, что я что-то упустил, либо какие-то этапы я пропустил, и на чем-то следует делать больше ударения, я постараюсь записывать новые видео, в которых я буду учитывать эти ваши замечания. Большое вам спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.